Добрый день! Делюсь опытом общения со строителями. Надеюсь мой опыт кому-то поможет сэкономить деньги, кому-то нервы. Опыт заключается в четырех основных правилах, которым надо следовать. Правило первое. Перед тем, как приступят строители к работе, они должны полностью указать окончательную стоимость работы. Окончательную стоимость. Не стоимость за метр квадратный выполнение каких-либо работ, а окончательную стоимость за все работы. Можно разбить на помещение, допустим, на ванну, кухню. Можно разбить на какие-то там куски работ большие, на кровлю, на заливку стяжки. Но стоимость должна быть окончательной. Потому что если вы запустите строителей и стоимость не согласуете, потом вам будет выставлена цена, которая вас не устроит, будет торг, тратится нервы будет, эмоции переполнять через край. Люди, которые вам помогали обустроить ваше жилище, будут обзываться последними словами. Вам это не нужно, строителям это тоже не нужно. Поэтому даете четкие ценные указания своим строителям, что вы хотите получить. Слушайте какие-то их рекомендации, все что угодно. Но в результате вы должны на листике бумаги получить стоимость окончательную, которую вы платите и никаких дополнительных денег с вас не просят за те работы, которые должны вам выполнить. Часто возникают определенные дополнительные работы. А именно погрузочно-разгрузочные, вынос мусора, перенос розетки и так далее в процессе работы. Здесь правило очень простое. Есть ваш номер телефона у строителей, чтобы вам набрали, сказали, нужно сделать вот это, вот это. Стоимость вот такая-то. Вы подтвердили эту стоимость и тогда продолжаются все работы. Или не подтвердили, сказали, нет, это дорого, ребят, надо делать дешевле. И тогда стоимость согласовалась. А не по факту вам сказали, что мы вам выгружали машину, это стоит 150 долларов. Вы говорите, как так, грузчик-то стоит 30 долларов. Они говорят, ну извини, чувак, вот так вот. У нас такие расценки. Поэтому мы изначально должны вам сказать, мы хотим 150 долларов за разрушку машины. Вы сказали, не, нифига, это дорого, 75. Сторговались на 75. Все, цена утверждена, вы согласились, работы делали. Значит, второй этап. Это формы расчетов и сроки расчета. Никогда не нужно делать так, чтобы вы полностью оплатили все работы строителям, а работы вам не были сделаны. То есть вы должны полностью оплату делать только по факту всех выполненных работ. И не должны оплачивать работу пропорционально. То есть не должны оставлять кусочек несделанной работы, стоимость которого будет незначительной, но у вас ремонт недоделан или кусок работы не сделан. А ради этих денег уже строители не хотят вам ехать и что-то делать, переделывать в них другие объекты, другие заботы. Поэтому вы должны оставлять всегда 50%. То есть 50% вы денег платите в процессе работы, выполнения, и 50% по факту окончания работы. То есть полный расчет после того, как вам сдали работу. Поэтому если вам работу не сдали, что-то не доделали, хоть одну к плитку не приклеили, клинтус не прибыл, вы половину денег держите у себя. Если строители не хотят доделать и уехали, но это их проблема, вот это справедливая форма расчета по факту. Сделали работу, получили деньги. Значит, это второе правило, и вы должны о нем тоже знать и сразу договариваться со строителями, что в процессе работ не более 50%. Остальные 50% только после полной сдачи. Значит, третье правило. Это качество работы. Ну, понятно, что качество самих работ вам тяжело. Как бы изначально как-то задавать или говорить, как должно быть. Но принять вы можете. Легко, если вы, опять же, вот эти 50% денег не доплатили. Вы можете требовать менять и так далее, и так далее, потому что вам плитку положили неровно, неправильно, полы закатали не туда, розетку переносите, ребята, а не заплачу денег. Поэтому качество работ можно требовать. Единственное, есть момент, который по качеству очень важен, что иногда качество работ самих строителей зависит от качества материала. То есть, ну, вы привезли там какую-то штукатурку фиговую или там клей для обоев плохой, в результате не говорят, ну, вот спучились обои, потому что, ну, вот клей был плохой. Поэтому, чтобы таких вопросов не было, старайтесь на покупку материала брать с собой строительное, чтобы он пальцем показывал, что вот эту штукатурку надо брать, я за ней уручаюсь. И если эта штукатурка не клеится, она плохая, вы говорите, ну, что же делать? Ты мне обещал сделать хорошо, я купил тебе то, что нужно, поэтому вопросы все по качеству к тебе. Вот. То есть, третье правило, нам покупку материала лучше брать с собой строительный, чтобы он показывал, что вот именно по материалам нужно. Вопрос эстетический, понятно, вы сами выбираете клипку и так далее, но вопросы вот такие по надежности работ должны прислушиваться, пускай ребята говорят то, что нужно. И последний пункт, это четвертое правило, которое вы должны знать, это сроки. Сроки работы нужно согласовывать заранее, потому что от сроков зависит иногда начало работы смежных рабочих. То есть, кто-то делает электрику, кто-то сантехнику, кто-то общестроительные работы, кто-то устанавливает кухню. И поэтому, если вам затормозили работу сантехники, не могут приступить электрики, к примеру. Поэтому вы должны сантехникам, мало того, сформировать стоимость или штукатурам, но и обозначить санкции штрафные за нарушение срока. То есть, пускай человек назовет разумные сроки, неделя ему нужна на эти работы, но пускай будут озвучены штрафные санкции. То есть, если человек за неделю не выполнил работу, то вы его штрафуете, пускай ему на 20 долларов за каждый день просрочек. Вот. То есть, ну, чтобы человек чувствовал. Потому что если вы скажете, что сроки согласованы, а штрафы никакого нет, ну, у вас и нет механизма воздействия на этого человека, на этого строителя. Вот. И все правила, про которые вам нужно знать, чтобы не ошибаться, не наступать на грабли и прощаться со строителями с улыбкой на глазах, пожаврали друг другу. И напоследок совет. Как определять стоимость работы? Вы спрашиваете, сколько вам будут стоить работы. Получаете цену. Спрашиваете, сколько будет работать человек. Получаете количество работы. И спрашиваете, сколько времени потребуется им на выполнение этой работы. Если оказывается, что у вас работает 4 человека в течение одной недели, то вы для себя прикидываете, что это получается, грубо говоря, 1 полный месяц одного человека. Ну, или 4 за неделю, 4 раза меньше. Если средняя зарплата одного человека у вас в месяц, реальная нормальная зарплата составляет, условно, там, 1000 долларов, или там, 500 долларов, или 2000, в зависимости от того региона, в котором вы проживаете, то и стоимость выполняемых работ должна быть примерно в этом диапазоне. Если она в 3-4 раза выше, вы понимаете, что у вас зарплата. И у вас есть возможность готовить. Спасибо. Всего доброго.